МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если говорить о кражах с незаконным проникновением в жилище, то большое дело отступления вообще. А что это такое? То есть чем они особенны, чем они отличаются, скажем, от кражи... Ну, не знаю, телефона, кошелька, сумки. Особенность этих преступлений заключается в том, что это двухобъектовые составы. И помимо того, что злодей покушается на имущество, на собственность, которые находятся в доме, любые ценности к этому можно отнести, так еще, помимо этого, и затрагиваются гарантированные конституции права на неприкосновенность жилища. Поэтому, соответственно, это отяжеляет, скажем так, ответственность за совершение данного преступления. И законодатель отвел это в отдельную категорию, то есть в отдельную квалификацию. Соответственно, какие хитрости используют? Здесь, наверное, индивидуально в каждом случае. Но есть, соответственно, можно по групповым признакам также разобрать. Различные способы. То есть проникновение в жилище – это незаконное проникновение путем взлома. Назовем его так, да? Очень абстрактно, потому что взлом можно также разделить различные бывают способы. Ломают дверь, разбивают окно через домоходы, крыши, используют альпинистическое оборудование и так далее. То есть способов проникнуть путем повреждения очень много. Также к незаконным способам можно отнести тот способ, когда в квартиру лицо проникает и умалчивает относительно истинности своего, скажем так, нахождения в квартире, например, представляясь тем или иным социальным работником, представителем какой-то аварийной службы и прочее. То есть это по факту также относится к незаконному проникновению. Поэтому хитрости много. К этим преступлениям однозначно преступники готовятся, используют также различные уловки и прочее, потому что они должны наверняка знать, что в указанном время хозяин квартиры дома будет отсутствовать. И им спокойно, в отсутствии свидетелей посторонних лиц, удастся проникнуть, совершить хищение и покинуть место преступления. Что делать гражданам, которые вернулись домой и обнаружили, что их квартира или дом вскрыты, вынесены вещи, или просто дверь приоткрыта, стоит ли идти внутрь? Какие действия гражданин должен предпринять сразу же? И чего он не должен делать? Наверное, это прописные истины. И, наверное, о них еще речь идет в школах, где сразу, мне кажется, с молоком матери до детей доводят, что первым делом, в любом случае, какое бы ни было совершено в отношении вас преступление, либо, по вашему мнению, совершено в отношении вас преступление, нужно сообщить правоохранительным органам, в частности, в полицию, сообщить ситуацию. Ни в коем случае не предпринимать каких-то либо мер самостоятельно, потому что зачастую оно так и бывает, когда люди приходят, видят, что приоткрыта дверь, либо видят, что там разбито окно, выломано дверь и так далее. То есть они в ужасе, на панике, опять-таки, у человека резкий возникает стресс. И они в этом ситуации, не каждый знает, как себя правильно вести, забегают в квартиру, видят, что там бардак, все начинают хватать, трогать, поднимать. Некоторые еще лучше наведут порядок дома, идеально вымывают пол, сядут, успокоятся, пройдет пару дней, потом думают, ну все, теперь можно звонить в полицию. Поэтому основная часть преступлений, в том числе этой категории, они раскрываются по горячим следам. И, соответственно, требуют отработки именно в первые минуты, в первые часы, после того, как совершено преступление, для того, чтобы мы могли зафиксировать соответствующие оставленные следы, потому что ни одно преступление не совершается в отсутствии следов. Они есть всегда. Просто как бы при этом злоумышленники не старались конспирировать это и прочее, они всегда остаются. Сейчас современная технология позволяет идентифицировать человека вообще по любым признакам, не только как 40 лет назад под печатком пальцев, сейчас есть, пожалуйста, запахи и прочее. Биологические следы можно найти, все, что угодно. Но для этого нужно предоставить сотрудникам правоохранительных органов возможность их правильно изъять, зафиксировать и назначить соответствующие экспертизы. Поэтому первое, увидели факт, позвонили, не нужно входить в квартиру, нужно просто находиться рядом, а лучше еще сообщить, соответственно, своим каким-то знакомым. Потому что порой бывает так, что когда возвращается хозяин, злоумышленник может еще находиться в квартире, и будучи загнанным, скажем так, понимает, что выхода у него как через ту же самую дверь, что он вошел, другого нет, если квартира на 20 этаже находится, то в таком случае кража может перерасти в любой другой состав, более тяжкий такой, как разбой, потому что злодей понимает, что ему либо как-то отбиваться от собственника это имущество, либо дождать прихода полиции и пойти в тюрьму. В таком случае, я говорю, необходимо, соответственно, заручиться поддержкой соседям, позвонить и прочее, и так далее, и тому подобное, чтобы себя обезопасить и спокойненько дождаться милиционеров, когда те приедут и все, сделают как положено. Вот все-таки сложно ли, ну вы уже частично коснулись этого вопроса, сложно ли раскрывать такие преступления? Ну то есть если все собственник сделал грамотно, сразу же в первые минуты обнаружения взлома или проникновения в дом или квартиру, он обратился в полицию, вовремя приехала полиция, но злоумышленника не обнаружила, но тем не менее есть ряд каких-то моментов, следов. Вот примерно, каков срок раскрытия преступления? Такого нет срока, и у нас никаким законодательным актом это не регламентировано, срок раскрытия преступления, потому что все преступления раскрываются тяжело, то есть нет такого, чтобы там человек... А вот самое быстрое было, вот из именно этой практики раскрыто преступление, вот то, что вы сказали, по горячим следам... Было, конечно, конечно, масса примеров могу привести, все в сутки можно привести. Были случаи, когда до смешного паспорта оставлял злодей на месте преступления и выпадал. Квитанция об оплате мобильного телефона оставлял, проездные билеты выпадали во время поиска и так далее. То есть все эти преступления, они раскрывались быстро. Также на сегодняшний день я уже в каждом интервью, я, наверное, говорю, что у нас настолько стали современными технологии, что, пожалуй, перемещаться в городе, по улицам и где-либо, не попав под камеры наблюдения, на сегодняшний день, наверное, невозможно. У нас колоссальное количество видеокамер наблюдения в городе, безопасный город, безопасный регион, подъезды, дворы и прочее. То есть, в принципе, бесследно пройти невозможно. Существенную помощь оказывает нам, соответственно, в этом наша районная администрация, и мы пользуемся этими ресурсами, и благодаря им успешно раскрываем преступления. Поэтому здесь разные были примеры. Я говорю, мы и по видеокамерам раскрывали, смотрели пути отхода и так далее. Сейчас я подробностей не буду рассказывать, дабы не обучить будущих преступников. Поэтому в любом случае все преступления, но очень большое количество подобных преступлений не раскрываются. И я могу сказать, что у нас довольно-таки хороший, скажем так, процент раскрываемости в Одинцовском округе. И лично я бы, наверное, отметил работу наших оперативников, от которых практически невозможно, скажем так, куда-то спрятаться, скрыться и прочее. То есть всегда наказание настигнет. Все-таки, несмотря на то, что в городе и в округе огромное количество камер видеонаблюдения и работает программа «Безопасный регион» и «Безопасный город», тем не менее, как можно еще обезопасить свое жилище, свой дом, с учетом того, что лето подходит к своему завершению, все ставят свои дома, приедут обратно вернуться в город. То есть СНТ, дачи в это время, наверное, станут более уязвимыми и более легкодоступными для преступников. Да, действительно, летний период, наверное, он такой наиболее, скажем так, уязвимый в плане совершения краж, потому что, правильно, вы отметили, что многие уезжают в отпуска, оставляют свои жилища, квартиры, дачи, загородные дома и так далее, приезжают там через 2-3 недели спустя и обнаруживают, что дом вскрыт, имущество похищено. Здесь обезопаситься, наверное, можно очень простым способом. Они все известны, никаких секретов тут нет. Если речь идет о загородном доме, даче и прочее, то есть сейчас существует куча вариантов различных систем безопасности, охранных систем и прочего, камеры наблюдения опять те же самые. Все это можно привязать к мобильному своему телефону, то есть произошло какое-то перемещение на участке, у вас мобильный телефон позвонил, вы тут же в полицию и так далее, человек еще не успел за калитку зайти, его уже поймали, вот примерно так. Но зачастую наши граждане задумываются об этом только тогда, когда произошел факт. То есть как только дом обокрали, скажем так, человек начинает задавать нам вопросы, а как, а вот где. Здесь все в открытом доступе, много вариантов различных, куда можно обратиться для того, чтобы... То есть сейчас технологии позволяют сохранить свое имущество, сохранить свой дом, квартиру? Конечно. И опять-таки я не хочу сказать, что это каких-то там дорогих вложений требует, но на фоне того имущества, которое вы пытаетесь сохранить, вложения на охрану, это смешные, скажем так, деньги. И я считаю, что возможно, как бы, скажем так, изыскать возможность и защитить свое имущество. Опять-таки, помимо охранных систем существуют охранные предприятия, частная охрана, там, мобильная охрана и прочее. То есть можно, как охраняется поселок, например, так и частно можно поставить индивидуальную сигнализацию на дом и так далее. Вот. Все это отпугивает, все это усложняет работу. Поэтому могу сказать так, что если будет на одной улице стоять два дома, на одном будет охранная сигнализация, будет написан вот такой баннер, что охраняется объект, а второй нет, они выберут второй. И это стопроцентный факт. Поэтому я бы порекомендовал так. Ну и, соответственно, если речь идет, так же можно оборудовать квартиру и прочее, если речь идет, опять-таки, о оставлении, скажем так, постоянного места жительства на длительный период, то в любом случае доступ к жилищу должен быть у какого-то доверенного лица, там, друзья, родственники и так далее, чтобы те с какой-то периодичностью навещали, пребывали. Потому что я рассказывал, что прежде чем совершить хищение из дома, злодеи готовятся. То есть они смотрят за режимом дня потерпевшего, смотрят, во сколько уезжают, во сколько приезжают. И если видят, что человек длительное время нет дома, то есть не появляется машина, нет следов, например, если это зима, дорожка там не почищена и так далее. То есть все эти косвенные признаки говорят о том, что дом пустует и спокойно совершают из него кражу. Вот примерно так, наверное. Вот все-таки за этот летний сезон увеличилось количество краж? Для того, чтобы сказать увеличилось, оно не уменьшилось, нужно понимать, с каким периодом мы сравниваем. Ну, если с прошлого лета. Ну, понятно, еще сезон идет, но тем не менее, вот на данный период. На сегодняшний день могу сказать, что несколько снижено количество фиксируемых краж из садовых домиков, загородных домов и прочего относительно прошлого периода. Ну, не существенно, но оно действительно имеет место к снижению. Но вы считаете, все-таки это благодаря тому, что люди более внимательно относятся к защите и безопасности своего имущества? Здесь несколько факторов. Я не могу достоверно сказать, что это именно благодаря собственнику, который обеспечивал охрану, защиту и так далее. Здесь несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. То есть это, в любом случае, профилактика с нашей стороны, однозначная работа участкового на месте. То есть каждый участковый, отвечая за тот или иной поселок, в обязательном порядке проводит профилактику. Что мы расклеиваем баннеры, объявления и прочее о том, что именно в этот период нельзя внимательно отнестись к охране своего имущества и не допустить, скажем так, не спровоцировать человека на совершение кражи. Так и сами собственники на сегодняшний день, могу сказать, да, действительно, технологии шагнули вперед. Стоимость, скажем так, не такая колоссальная, как стоимость имущества, которую мы пытаемся сохранить. И люди все чаще и чаще устанавливают эти системы безопасности, пользуются ими и успешно, скажем так, реально успешно. Поэтому мы и дальше будем проводить эту работу, направленную в первую очередь на профилактику. Ну, а, соответственно, если уж у кого-то произошла беда, то, я думаю, справедливость будет восстановлена спустя определенное время. Не всегда, правда, удается в полном объеме вернуть то, что похищено и утрачено для потерпевшего. Но зачастую порой многие вещи потерпевшим мы возвращаем. Удается их отыскать. Как происходит эта процедура? И как возможно ли возместить ущерб? Ущерб возместить возможно. На сегодняшний день могу опять-таки отметить, что в связи с тем, что, наверное, мир не стоит на месте, и современные технологии не развиваются семимильными шагами, на сегодняшний день преступники перестали, наверное, ну, либо какой-то минимум совершать кражу имущества, например, как 10 лет назад это были там телевизоры, видеомагнитофоны, там, наверное, больше 20, вот и так далее. То есть этого сейчас нет. Сейчас предмет хищения поменялся. То есть на сегодняшний день совершают хищение злодеи, это, как правило, ювелирные изделия, золотые изделия и так далее. И, ну, наверное, меховые изделия. Вот это вот две категории, которые любят. То есть это почему их, так сказать, ну, соответственно, деньги, почему любят совершать именно эти предметы, потому что они не имеют серийных номеров, не имеют, не оставляют каких-либо следов при их эксплуатации последующей. И, соответственно, легко можно сбыть это. Ломбарды и любые магазины и так далее все это прекрасно знают, поэтому акцентируют внимание на этом. А как ущерб установить? Ущерб, могу сказать, в нашем случае, как это работает. То есть после того, как мы, скажем так, устанавливаем лиц, совершивших это преступление, то есть либо в ходе обыска, это прямо зачастую, наверное, 90%, в ходе обыска у них же находим, либо, соответственно, у нас есть еще данные, где они могут проживать, там проводится одновременно обыска и так далее. Мы все это забираем. Если, соответственно, они не успели к этому времени эту часть похищенную реализовать. А если даже и успели, то мы выясняем, куда. Соответственно, если это речь идет о ломбарде, забираем также это похищенное с ломбарда. Все это похищенное предъявляется для познания потерпевшему. Он по тем или иным признакам узнает свое имущество, потом отдается ему под расписочку, и он хранит спокойно это до вступления приговора в законную силу. Примерно такой алгоритм. Но если же этого нет, не получается порой, то мы предпринимаем и другие меры для того, чтобы компенсировать потерпевшему причину преступлениям ущерб. То есть это изучается имущественное положение лица совершившего и накладывается арест на принадлежащее ему дорогостоящее имущество. Не всегда оно есть, но могу сказать, что часто используется эта практика. И также успешно возмещаем терпевшему ущерб. Спасибо, Евгений Анатольевич, за интересную информацию. Мне кажется, в совершении нашей программы очень актуальная поговорка «Наш дом, наша крепость». Совершенно верно. Вот чтобы все собственники относились именно так к своему жилищу и не оставляли все на авось, что все пройдет стороной. Все в жизни случается, поэтому лучше подготовиться заранее. Однозначно. И быть уверенным в своей безопасности и безопасности своего имущества. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью. Берегите себя и своих близких. До свидания.